Итак, коллеги, у нас сегодня последнее заседание в осеннем семестре и старание Катерина Борисовича Бусы, который представляет в каждой группе на телевизорском Московской консерватории на телевизорском стеклое одновременно, мы в последние годы стараемся завершать осеннее семестре, чем мы не будем. И, соответственно, я думаю, что все, кто пришел, видимо, в Евгении, мы его не читали. Я думаю, что слово надо передать для кладчика, но и для кладчика, который будет, как в целом, более интересен. Спасибо, Александр. Я, собственно, хотел только сказать, что доклад называет «Анфегургическая феория ритма. Проблема музыкальной нотации» и представить, собственно, дома Аренни. Аренни Аштабин Гамшин, 80. Я представлю Аренни. Все это два известных музыканта. И, оказывается, им только новым. Они при этом не одни близкие, видимо, учениками, насколько я понимаю. И все примут какое-то свое пассивное участие в этом докладе. Вот я испытываю черную зависть к количеству присутствующих, потому что на наших лекциях по электроакустической музыке в консерватории число преподавателей обычно превышает число студентов, которые на лекцию пришли. Здесь это, слава богу, не так. Так что я надеюсь, что вы оправдаете наши тяги. Вы учитесь в таком прекрасном учебном заведении, которым я восхищаюсь. Я помню, когда учился в МГУ на Галактическом факультете, я, очень любя математику, искал оптимальный учебник по высшей математике. МГУ на Галактическом факультете не удовлетворяет те, что нам предлагали. И он наткнулся на учебники, которые любительные из тех, и сразу пошел в неописуемый восток. Вот он, фурс аналитической геометии Кривишева, 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 Кривишева. Спасибо Григорию Наусу, что пригласил. У меня изведения. Предмет нашего сегодняшнего разговора – это ритмы. Как известно, ритмы – это, пожалуй, самый математический объект музыки, можно сказать, ее скелет, ее ослово. В свое время великий ученый Лебниц сказал замечательную вещь. «Музыка – это тайное арифметическое упражнение души, которое вычисляет, сама того не осознавая». Прошло уже почти 300 лет, и эти слова не потеряли актуальности и очарования. И действительно, в многочисленных исследованиях психологов было отмечено, что человеческий мозг, прослушивая музыку, осознанно или неосознанно подмечает какие-то закономерности, часто именно математические, и получает от этого ту самую радость души. Ну, чтобы рассказать вам о теории, которых мы разрабатываем, прежде всего надо, как говорится, терминах, чем мы с собой занимаемся. Ну, в самом общем, темнеблющем виде ритм, по сути дела, это некая звуковая картинка, которая повторяется бесконечно число раз, имеющее какое-то начало. Но это, конечно, слишком общее определение. А мы начнем с самых простых случаев. Для нас ритм — это сначала просто последовательность единиц и нулей. И эта последовательность всегда начинается с единицы. Единица — это, условно говоря, сигнал, но это пауза. То есть время делится на отдельные разряды. Временные или моменты можно назвать. И в каждый момент или есть сигнал, или и ум. Все очень просто. Первичное понятие даже не сам ритм, а ритмический рисунок. Он не повторяется. Он служит основой для ритма. Теперь как можно сразу записывать ритмы? Как я показал, видите, вот эти последовательности, единицы и нулей. А можно, если количество разряда технических рисунков делится на какое-то натуральное число, примерно на 4 чаще всего, можно располагать вот таким образом в виде своеобразной матрицы. Каждую группировку из 4 разряда располагать можно вертикально, читать сверху вниз. Видите, я один и тот же ритмический рисунок расположил в герсонтаре и вот так вот в виде матрицы. И оказалось, что если немножко преобразовать такую матрицу, то можно получить очень удобную запись ритма. Вот здесь изображен следующий ритмический рисунок. Четверть, две восьмые, четверть, четырех шестнадцатых, понимая, то есть комиссионные налоги. Эту матрицу можно преобразовать в более удобный вид, потому что здесь мы указываем в каждом столбце ровно столько сигналов, сколько от них звучит, сколько приходится на данный крупный разряд, на крупную долю. Видите, они читаются тоже сверху вниз. Очень удобная запись. Оказывается, в арабской культуре до начала двадцатого века так записывались ритмы. Вот именно так. То есть, это, по сути дела, такое двухмерное представление времени. Ну, по измерению. Слева направо и сверху вниз. Крупные доли слева направо, мелкие подробности сверху вниз. Очень удобно. Даже в некоторых случаях можно даже и третье изменение еще дать, когда вместо некоторых единичек ставить другие цифры, например, два. В этот момент включить два быстрых удара, которые еще в два раза быстрее, чем основные. Чем мелкие доли. Ну и что касается изображения ритмов. Ритмы также можно изображать более компактно в виде последовательностей натуральных чисел. Причем каждое число характеризует количество разрядов, начиная от сигнала до следующего сигнала до следующего сигнала. Выглядит, может быть, когда длительность сигнала как-то характеризует. Вот. Хотя мы для упрощения считаем сигналы точечных событий. нас главным образом интересует соотношение длительности. Поэтому если мы будем нажать на произвольный коэффициент длительности сигналов, по сути дела ритм останется тем же. Вот я на два умножить на четыре. Вот. И ритм, собственно говоря, это бесконечное повторение ритмических рисунков. Ритмические рисунки я в квадратной скобке заключаю, а ритм ограничиваю вертикальными черточками. Вот здесь изображен простейший ритм. Так. А удар стандартный. Вот. Теперь, да, хороший вопрос. Для дальнейших алгебраических построений и вообще для, так сказать, для дальнейшей теории первый удар, первый сигнал считается акцентированным. То есть он громче всех последующих. Внутренними акцентами, внутренними громкими сигналами мы пока не интересуемся. Это отдельная тема. Пока упрощенная такая вот картина. Первый сигнал громкий, все остальные тихие. Таким образом, акцент определяет начало ритма. акцентами. Так. Отдельно мы рассматриваем так называемые вырожденные ритмы. это ритмы из образованной равномерными ударами. 1, 1, 1, это все разные ритмы. На самом деле, потому что в первом ритме один акцент, приходящийся на одну долю, во втором один акцент, один акцент на две доли, в третьем один на три доли. Разные ритмы. Ритм составленный из одной единички мы называем простым вырожденным. Он будет играть роль единицы некоторых операций полгебраических над ритмом. Во второй строчке что ты написал? Что? Во второй строчке что ты заброшил? А, вот, вот, сейчас, сейчас я как раз хотел подсказать. Дальше. Вот такой перечеркнутый нолик, это тоже отдельно рассматриваемый так называемый пустой ритм. То есть ритм который длится ноль единиц времени. Это тоже удобная конструкция для некоторых построений геморрорических. Вот. Дальше. До этого мы рассматривали так называемые однопараметрические ритмы, где единственный параметр это длительность сигнала. Вот. Мы также будем рассматривать двухпараметрические ритмы, где еще есть параметр высоты сигнала. Мы будем разделять низкие и высокие. Сигналы низкие будем подчеркивать. Соответствующую длительность будем подчеркивать подчеркивать. Просто снизу. Так. Да, пожалуйста. Дверх нестройщика со штрихами. Извините. А, со штрихами, да. Я пропустил это. Это как раз твоя идея. Со штрихами, совершенно верно. Ну, просто можно рассматривать сигналы не только как точечное событие, а как событие, имеющее определенную продолжительность. вот. И в этом случае в этом случае мы штрихом над нулем обозначаем настоящую паузу, которая начинается вот с этого штрихованного нуля. И то есть вот я там показал справа. Соответственно, этот ритм выглядит так. Две два разряда сигнал, два разряда настоящая пауза, ну и дальше шанс, соответственно. Два сигнал, один сигнал, один настоящая пауза и так далее. Дело в том, что вот... Штрих изменяет свой разряд? Значит, нет, он не изменяет разряд. Просто с этого момента начинается пауза. Вот в записи, где один и ноль. А настоящая пауза это что такое? Не настоящая. настоящая пауза это когда в реальном то есть это когда так, сейчас вернусь еще раз. До этого мы рассматривали до этого считалось и дальше будет считаться, что сигнал это точечное событие, мгновенное условие говоря, которое занимает некий момент разряд. а когда мы вводим настоящие паузы в этом случае сигнал длится некоторое количество разряда и пауза длится тоже некоторое количество разряда пауза становится самостоятельной сущностью то есть если у вас сигнал длительный мы его прекращаем ставим да углу да заглушаете ну да его можно только на флейте продемонстрировать на барабане невозможно продемонстрировать барабан это изображает как раз точечное событие но на флейте допустим сложно так рассчитать но сейчас попробуем если бы точечными событиями я бы изображал ритм был бы соответственно да а вот как там это где-то так сейчас сложно не знаю сейчас просто очень сложно вот ровно напополам разделить ровно два разряда паузу выдержишь сложно обычно не контролируем очень сложно сейчас 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 но сложно очень точно вот Артем может у тебя получится изобразить ну да вот что так он будет вот ну я говорю мы это пока рассматривать не будем это ситуация это очень усложит так а еще мы тут просто не понимаем отличаются чем-то квадратные скобочки заключают в себе ритмический рисунок рисунок он длится вот он не повторяется он является основой для ритма а когда мы пишем вертикальные черточки это значит ритм так сказать подразумевающие уже бесконечные повторения мы их не выписываем просто подразумеваем поэтому ставим черточки вертикальные то есть там рисунок который кладется в 8-го ритма вертикальные в черточках ритм то есть рисунок это вот допустим да а ритм это то же самое повторенное как бы бесконечные что раз вот а ну да собственно я перешел к разговору о двухпараметрических ритмах и соответственно низкие высокие сигналы ну вот пример двухпараметрического ритма соответственно здесь низкий сигнал будет так вот и теперь собственно немножко займемся математикой это все будет так сказать необходимой необходимая терминология я задумался в свое время над тем что ритм можно рассматривать как просто интересный математический объект аналогичный матрицам комплексным численным некий объект на котором можно производить интересные математические операции да как кунарные операции ну операторы и бинарные групповые операции с одной стороны с одной стороны это служит интересным материалом для композиторов для исполнителей потому что в результате таких операций формируются очень необычные ритмы которые зачастую музыканту просто очень тяжело исполнить такое странное соотношение длительности которое просто фактически не под силу собирать разве что аспирантом кафедры лекарского ну и тебе наверное под силу да вот там тоже вот с другой стороны у меня есть предположение и надежда что если еще над этим поработать поработать то можно попытаться развить именно математическую теорию для этих объектов вот я вам пишу некоторые простые операции над ритмами уже известны так и изобретенные нами один мой ученик по школе интеллектуал есть такая школа замечательная старшеклассник разработал программу ритма плеера довольно простую грубую но все-таки более-менее как-то работающую демонстрируем вам которая многие из этих операций произволь все покажет а я перехожу к описанию операции первая операция которая известна композиторам уже много веков так называемый ракоход смешное название но я его придумал от слова рак рак пятится назад так и здесь ритм проигрывается задом наперед с конца начала причем очень важный момент имеется в виду не позиционная запись в виде единичка нулей а в виде последовательности последовательности длительности вот и вот пример простейший а вот извините он сверху просто играется задом наперед допустим мы берем ритм который уже рассматривали а задом наперед будет другой вот вторая интересная окунарная операция оператор это обращение эта операция имеет смысл для двух параметрических ритмов в этой операции под действием этой операции низкий сигнал превращается в высокий и низкий высокий и низкий так темно например начать страницу а вот собственно давай 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 вот я вам сыграю вот точно да начале страницы исходная форма ритма обращаем получаем комбинация ракохода и обращение называется инверсией тоже очень популярная популярная операция у композиторов Баха очень много используется правильно искусство фуги музыкальных приношений да более ранее и более ранее да он уже использовал как настоящий настоящий ага ага вот да и имеет смысл для иллюстрации все эти операции которые я перечислил записать в виде вот такой таблицы дело в том что комбинации этих операций порождают естественно группу преобразований здесь е это тождественное преобразование ритма которые не меняют ритм с от слов канцер это ракоход обращение и инверсия вот таблица кэри для этих операций ну здесь ничего сложного нет естественно следующее операция инверсия это совмещение обращения и ракохода понятно что неважно в какой последовательности и эта группа построенная из построенная из операторов она естественно коммутативна адрилова группа вот а вот теперь перейдем к очень необычной не уже нелинейной операции которую мы как раз изобрели это операция дополнение она преобразует длинные сигналы короткие короткие длинные такая интересная операция при этом формальное описание операции выбирается самый длинный сигнал допустим его длинность равна m и формируется ритм вот как я написал m плюс 1 минус а и получается такая замена длинных сигналов на короткие короткие на длинные вот это хорошо продемонстрирую сейчас а вот давайте раздавим ритмоплеер вот вот это можно конечно стирать это стирай через м через да да это здесь сейчас и 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 в на и у и вот сам наш ритм исходный это тот же ритм демонстрируем Для простоты. Я два раза его исполню. 4, 2, 2, 4, 1, 1, 1. Теперь мы делаем... Заполнили что? А вот я даже боюсь, облажаюсь. Лучше пусть машина сыграет. Давай. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Вот так. Это неправильно. Ну... нет, почему украинцы? Нет, нет, все правильно он делал. Я просто остановил парень. Просто остановил. Угу. Там и украинцы, и... Ну да, да, да. Но тем не менее, все равно. Так. Вот. В свою очередь Эту операцию можно совмещать с уже перечисленными выше, и мы получаем еще более крупную таблицу хейлей для всевозможной применации из этих операций. Вот так она выглядит. Ну тоже ничего, можно сказать, сложного нет. и можно создавать очень интересные ритмы вот на основе этих комбинаций. А... Мы же не сохраняем... Потому что из этих операций размер данного размера... размер меняется, да, совершенно верно. Ну я обдумываю вариант, вот, так сказать, это хорошее замечание, обдумываю вариант, чтобы сделать нечто подобное, но чтобы размер сохранялся. Это вообще... Правильное замечание. Но еще раз хотел сказать, что для нас, как бы так сказать, абсолютное время не играет роли, мы можем длину такта абсолютно оставить той же. Просто... Просто сжать соответствующим образом, да. Да, совершенно верно. И вот. Чтобы такт исходного ритма был равен по длительности такту нового ритма. Вообще, я рассматриваю вариант, предлог, как можно сохранить размер, не нарушить вот... суть, так сказать, операции. Ну, в общем, куда же. Мне его можно ввести? Можно, можно. Ага. Ну, дальше... Очень простая операция стильника рассматривается... Так, я ее записываю... Т, или трансляцию, так сказать. Вот, когда первый сигнал переставляется на конец, ее можно многократно повторять. И при трансляции или сдвиге каждый ритм порождает циклическую группу, естественно. В данном случае ритм, составленный из трех сигналов, порождает циклическую группу из трех элементов. Так, вот, теперь приходим к еще одной очень необычной, тоже нелинейной операции. Операция смягчения и альтернативная операция заострения ритма. Делается очень просто, но порождает очень интересные ритмы. Операция смягчения состоит в том, что в длительности каждого сигнала исходного ритма прибавляется просто единичка. Вот, видите, начальной страницы мы делаем. При этом понятно, что пропорции между длительностями нарушаются. То есть ритм смягчается. Ну вот, из самого простого ритма мы получаем аналогичный ритм, но как в несколько смягченном таком виде. Вот, мы опять рассматриваем все тот же самый ритм, пресловутый, 4, 2, 2, 4, 1, 1, 1. Смягчаем его один раз. Получаем? Можешь сказать, там смягчение есть. Ага, давай. Крубай. Вот. То есть он, видите, более вязко. Еще раз смягчаем. Еще более вязко звучит. Ага. Еще. А до какой степени? Ну еще, еще можно сколько угодно. Вот. Ну и понятно, что в пределе мы получаем вырожденный ритм. Из равномерных угаров. Вот. Альтернативная ему операция – это заострение ритма. Это когда, наоборот, от длительности каждого сигнала, из длительности каждого сигнала вычитается единица. Ритм становится, наоборот, более острым. Более резкий контраст между сигналами. Между длительностью сигналами. Ну давай. Перейдим. Опять. Надо еще раз. Это наше степень. Ага. Теперь. Соостряем. Один раз. Что? Он умоль заправляет. Не, подожди, подожди. Он умоль заправляет. Не, 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 не. Правильно, правильно. Нет. Просто поменять. Поменять это время. Три тысячи сделаем. Видишь, очень резко звучит. Он иногда не успевает сигналы проигрывать. А он если еще остриет, он вообще ничего не успеет. Но тогда увеличить. Трех тысяч. Нет, это не успевает. Надо пять тысяч или четыре тысячи сделать. Просто там надо устанавливать длительность. Трех тысяч. Так, ну, миллисек. Я думаю, здесь просто частота в конце. Ну, ничего страшного. Ну, изобразим. Смысл, наверное, понятен. Ну, смысл понятен. Просто, к сожалению, программа очень несовершенная. Ну, она ученическая работа. Там очень быстрые удары просто не успевают проигрываться. Ну, вот. Там надо долго подыскивать время. Оптимальная. Для проигрывания. Так. Это... Были операции... Что ждал? Не слышал? Не слышал? В пределе. А, вот. Хороший вопрос. И понятно, что заострение ритма в пределе тоже приводит к вырожденному ритму. Но стремление к пределу, оно другое, соответственно. Вот там, так сказать, происходит склеивание долей. Вот. Если в смягчении доли просто, как можно сказать, разрыхляются, то здесь доли начинают прилипать друг к другу. Вот. Другой вариант выраженного ритма, получается. Вот. Вот. Ну, и можете себе представить, какие удивительные операции можно... Какую интересную последовательность операции можно применять к ритму, и получать совершенно вероятный ритм. Ну, вот здесь я остановлюсь. Подчеркнул, что... Понятно, что операции можно придумывать одну за другой с самой невероятной операцией, но я всегда стремился максимально сохранять музыкальный смысл. Вот. Чтобы, вот как сказал Лебнец, все-таки мозг, чтобы душа радовалась, подмечая какие-то закономерности. Вот. Чтобы... Чтобы чувствовалась структура, а по возможности чувствовался исходный ритм, над которым мы производим операции. И чтобы на неосознанном уровне, или осознанном, вы понимали, о каких операциях идет речь. Вот теперь... Так. Дальше пойдем. Вот теперь такая чудовищная операция. Вы, конечно, будете поражены, может, меня будете критиковать. Я назвал это дифференцирование-интегрирование ритмов. Вот. Это, конечно, очень отдаленная аналогия с настоящим дифференцированием-интегрированием, естественно. Ну, дело в том, что дифференцирование в каком-то смысле создает функцию, которая отображает изменения в исходной функции, в поведении исходной функции. Вот. А я попытался на основе исходного ритма построить ритм, который отображает изменения, происходящие в этом самом ритме. Я опять взял пресловутый ритм, который я вам уже тысячу раз сыграл. Теперь что... Как мы получаем это? Производный, так сказать, от этого ритма. Я располагаю сигналы и паузы, вот видите, опять, квадратной матрицы, столбиками. Вот. Опять здесь... Здесь хотел подчеркнуть, что вообще при проигрывании ритмов часто слушатель воспринимает именно крупные доли, как раз вот эти столбики. и, зачастую, как бы, сравнивает разряды, сравнивает последовательные разряды, одинаковые разряды в последовательности столбиках. Вот. И для этой операции мы как раз будем этим заниматься. Значит, первое преобразование. Рассматривая каждую строку этой таблицы, матрицы, мы отмечаем только те знаки, которые чередуются. Вот. Видно, да? То есть, пишем те знаки, которые появляются, так сказать, заново. Удаляя одинаковые. Вот. Мы это сделали. Потом, ввиду того, что, зная правильное чередование знаков, мы можем восстановить сами знаки, мы их заменяем просто на какой-то нейтральный знак, например, крестики. Потом мы эту же самую операцию делаем для первого столбика, рассматривая сверху вниз. Вот. И, в конце концов, получаем вот такую таблицу из нейтральных знаков для крестиков, по которой мы можем вернуться назад и восстановить исходный ритм. после этого мы снова все крестики заменяем на единицы, все пустые ячейки заменяем на нули. И получаем вот так называемую первую производную. Это будет совершенно другой ритм, который как бы отображает изменения, происходящие в самом исходном ритме. вот Что не очень понятно, как я... то есть это не только единицы на нули. Нет. Значит, рассматриваем каждую строчку в исходной каплице. Мы отмечаем изменяющиеся знаки. вот там последние единицы в первой строчке. Мы три последние единицы стираем, потому что они повторяются. Рассматриваем вторую строчку. Первый ноль пишем, вторые два нуля не пишем, потому что они повторяются. Повторяем первый ноль. Появилась единица, мы ее пишем. То есть мы фиксируем только изменения. Только изменения в каждой строчке. Да? Это понятно? Вот. Потом, поскольку изменения правильные, регулярные, мы отказываемся вообще от конкретных сигналов. Пишем нейтральный знак. Потом то же самое делаем, ту же самую операцию с первым столбиком, да, и получаем вот такую таблицу. От нее можем обратно прийти к исходному ритму. А то, что по производству не можно однозначно восстановить. Да, да, да. Да, да, да. Можешь сам попробовать. Это, по-моему, совершенно очевидно, да. Не знаю, по-моему очевидно, да? Нет. Нет, очень просто. Каждый ритм начинается с сигнала, с единицы. Вот мы его пишем мы его пишем в углу. В верхнем-левом углу. Так? Вот, допустим. Так. Дальше восстанавливаем первую строчку. 1, 1, 1, 1. Так? Я сам ты сначала задавляю. Сейчас, сейчас. Я, может быть, здесь просто банально ошибся. Не комментируем мы сначала, сначала столки, потом столкты, значит, обратные преобразования, да? Обратные преобразования. Есть разница. Есть разница. Сейчас я правильно. А, нет, все правильно, все правильно. Вот. Идем вот отсюда. Лучше вот с конца идти. Вот. Из этой таблицы мы делаем ту таблицу. Это понятно, что можно сделать. Единицы меняем на крестики. Так? Восстанавливаем первый столбец. Пишем 1. Потом 1. Потому что мы знаем, что крестики – это единицы. Это единицы. Вот. 1-1. Так. Сейчас. Крестик – это не единицы. У меня смена 0 до единицы, и единицы надо правильно. Так, чтобы я… То есть, нет, мы ставим влевую верхнюю 1. Потом, если вниз двигаться, мы должны поставить 0, потому что там меняет. Да. Сейчас я что-то тут… Вот. А потом еще не меняем, ставим 0. Нет. Крест означает смену знака. Да, 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 да. Совершенно верно. А левый верхний крест у нас априорно единица. Да, 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 да. Так, возможно… Ставим левый верхний угол единицы. Дальше смотрим по столбцам. Следующая клетка вниз – крест по столбцам. А почему-то облак крест получился вот по столбцам. Сейчас на первую младенную. Так. В эту сторону я правильно сделал, да? В эту сторону. Нет, в эту сторону я правильно сделал. Я… Я… Э… 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 Я тебе позволю вмешаться делать… Да, все абсолютно правильно. Все правильно уже? Да, ой, прошли, да, поможет. Просто надо сначала установить первый столбец, а потом по этому первому столбцу восстанавливать каждую строчку. Ну да. Это очень просто. Вот… Ставим совершенно верно в первом столбце на первое место единицу. Да. Дальше смотрим ниже. Единицы у нас в производной, да? Да. Значит, что? Меняется. Меняется, ставим в первом столбце 0. Дальше. Что мы видим в первом столбце в производной? 0. Значит, не меняется. Опять ставим 0. Последнее в первом столбце опять 0. Опять ставим 0. Первый столбец установлен. Теперь, учитывая эту производную, восстанавливаем все строчки, меняя знак из первого столбца, если там единица, меняя единица, если есть единица, и ничего не меняя, если 0. И каждую строчку восстанавливается, получается тот сигнал, который в начале. Значит, получается, так сказать, однозначно можно восстановить. Вот. И для чего это нужно? Ну, я, так сказать, опираясь на свой музыкальный механизм, понял, что, как ни странно, сложность ритма можно оценить по соотношению количества сигналов в производной и в исходном ритме. Вот. Здесь, например, эта сложность равна 7 восьмой. Производной 7. 7 сигналов в исходном ритме 8. Вот. То есть это, ну, понятно, что не точная, так сказать, категория, относительно простой ритм. А вот сейчас покажу. Покажу вот такой ритм интересный. Так. Вот исходный ритм. Он звучит так. Очень сложный ритм, на самом деле. Ну, вот Леонард, так сказать, не профессионал. Так вот, я построил сразу первую производную, минулой промежуточной, так сказать, таблицы. Видите, что получается? Сложность равна 2. УМ. То есть 16 аж, 16 сигналов таблицы. Вот. Но, что интересно, можно ведь не ограничиться этим, а найти еще и вторую производную. То есть от этой производной найти следующую производную. И вот она-то оказывается, наоборот, максимально простой. Вообще с одним единственным, с одним единственным сигналом. Вот. Прадоксально, таким образом. Я еще не... Что? Можно. Так можно, можно. Вот. Вот. Вот ты от этой таблицы, из этой таблицы получаешь предыдущую, все, так сказать, все работает. Можно. То есть вот эта таблица, вот эта производная определяет вот тот сложный ритм. Астань, а вот этот ритм считается? Это вырожденный ритм. Это просто вырожденный ритм. Вот. То есть. Ну, на уровне такого, можно сказать, всего педагогического опыта музыкального, могу сказать, что это значит. Я очень, может, вольно интерпретирую. Это значит, что сперва этот ритм кажется очень сложным, по мере углубления изучения, а потом, так сказать, очень простым и понятным. Вот так. Но это очень такая вольная интерпретация, конечно. Ну, на самом деле, интерпретация этих результатов еще, конечно, оставляет желать лучшего. Еще много тут надо, так сказать, думать, пробовать. Ну, интересный феномен, который я отметил, опять-таки, в своем педагогическом опыте многолитного преподавания ритмики, это состоит в том, что когда в ритмической композиции возникают вот такие сложные фрагменты с высокой мерой сложности, неопытный музыкант или ученик начинает замедлять этот фрагмент. И, наоборот, простые фрагменты ритмически, наоборот, ускорять. Вот так. То есть сложные фрагменты он пытается как бы расширить, чтобы лучше их осознать. Более простые, наоборот, пытаются быстрее сыграть, потому что они так понятны. Вот и только с опытом формируется правильное чувство ритма, когда музыкант уже знает вот эти особенности сложных фрагментов и как бы, когда надо, как бы искусственно подгонять их, ускорять, когда надо, наоборот, то есть, соответственно, расширять. Ну, мне кажется, что ты сталкивался с этим феноменом. Я сталкивался с противоположным. Противоположным? Или... Не, ну... Потому что, когда сложный человек пытается поскорее их именовать в плане. Да? Ну, что-то, конечно, так. Интересно. Ну, это уже, наверное, на уровне высокого профессионализма. А я говорю об учениках. Я тоже. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, я по... Ну, да. Ну, это, действительно, область, скорее, психологии. Вот. Так, сейчас. Вот. А теперь перейдем... Да. Извините. Прежде чем... Прежде чем приходить к второй части, а именно, бинарным операциям. Сложение, умножение, ритмов. Хотелось бы дать возможность немножко поиграть моим замечательным друзьям, коллегам, ученикам, которые со мной приехали. А... Так. Нет. Вот. Надеюсь. Надеюсь. Не помню. Нет. Я сейчас хотел бы... Так. Не хочется отвлекаться. Не сыграть. Да? Да. Вот. И между тем, я представлю моих замечательных друзей, кто со мной приехал мне помочь. Сергей Кузнецов. Перкурсионист-вердос, с которым мы... ведем занятия в школе этнической перкурсии. Ченнелинг. Артем Дюба, биофизик или скрипач. Да. Вот. Мой ученик, наш ученик по этнической перкурсии, Кирилл Рыбалчук, выпускник вашего вуза. Рыбачук. Рыбачук, извините. Рыбачук. 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 И Петр Айду. Известнейший пианист, музыкальный деятель. Занимается реконструкцией шумовых инструментов. Да и... Ну и... Помогает мне тоже что-то очень важное. Вот. Там. Кстати, гитара... Заметили? Что-что? А, гитара! Спасибо, спасибо. Пригодится. Нет одной струны? Это плохо. А какой? Не знаю. А кто неизвестно? Я выше... Если бы у меня было погонение... Ээээ... Не получится. Верхняя струна. Нижняя. Я хотел бы обракоходно... Ага. Вот. Сейчас я... Ребята сыграют... Балканскую музыку... Это греческая и турецкая мелодия. Дело в том, что в балканской музыке встречаются очень необычные размеры. Там 7 восьмых, 9 восьмых, 5 восьмых. Непривычные для европейского уха. Да, и вот размер 9 восьмых он существует в мире в двух вариантах. Это такой вот кельтский вариант, простой. Тата-фа-тата. Это что-то вроде джиги, да? Или слив джиги как она называется. А есть балканский вариант, который посложнее. Так вот, так вот, так вот. Сначала шесть, потом девять. И вот то, что мы сыграем, это как раз карселома. Это балканский вариант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Друзьям, как-то связан с математикой, говорят, что вот я хочу построить алгебру ритмов, аналогичную, векторной алгебре матричной. Вот. Они говорили, ну, проще простого, хочешь умножить ритмой, просто представь, что каждая запись ритма, это просто число записано в двоичной системе. И, может, в двоичной системе получишь новый ритм. Ну, понятно, что это, конечно, ерунда, потому что, получается, ритмы, в котором никакого отношения не имеют к исходным, они не слышатся к исходным. Это формальный подход. И мне пришлось разработать специальные операции, которые сохраняли бы музыкальный смысл, но, с другой стороны, имели бы какую-то достаточно интересную математическую подоплёку. Начнём с умножения ритмов. Умножение ритмов, это, можно представить так, что это исполнение одного ритма в ритме другого. Что это такое? Вот, лучше всего подсказать на примере. Вот ритм А, 2-1, ритм В, 2-1-1-1. Мы подставляем ритм А, ну, точнее, рисунок ритма А, умножаем их на сигналы ритма В. Вот, то есть вместо долей ритма В подставляем рисунок ритма А. А числа в ритме В являются коэффициентами, на которые умножается этот ритмический рисунок. Вот, что мы получаем. Вот, видите. Подставляем первый сигнал, при этом умножаем на 2. Дальше умножаем на 1, то есть не меняем. И третий раз тоже умножаем на 1, ничего не меняем. Получаем новый ритм. Например, если взять простейший ритм. То есть четверть Де восьмый, мы его можем умножить сам на себя. Получаем. Я подольше поиграю, чтобы это слышно. Понятно, да? Это слышится. И все слышится, действительно. Ритм А звучит в ритме В. По условию, то есть скорее можно рассматривать в виде аксиомы, умножение ритма на пустой ритм будет равен пустому ритму. Ну, так же, как умножение чисел на 0. И оказалось, что сама по себе эта операция применения разных ритм порождает огромное разнообразие интереснейших ритмических композиций. Можно даже взять один единственный ритм, умножать его сам на себя много раз, он становится все сложнее и сложнее, интереснее. И будет обладать вот этой самоподобной структурой. В пределе становится вообще фракталом ритмическим. Ну, а в конечном случае у нас такое понятие «гдумов». И вот мы продемонстрируем вам, потому что очень сложно сыграть ритмы полученное возведение, допустим, третью-четвертую степень. Давай попробуем взять простейший 2, 1, 1. 2, пробел 1, 1. Она глиметрическая. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, мы все это возведем сразу. Здесь есть 2, пробел 1, 1. Теперь степень. Вот это? Вот это, R, N. Ага, нажимаем. Так, видите. Ну, давай начнем со второй степени. То, что я играл. Так. Ага. Оптимальное. Возьмем поменьше. А возьмем сколько оптимального. Он тысячу, возьмем тысячу. Сейчас одну секундочку. Ну, тысячу. Нет, ну, 0. Ага. Да, ну, 0. Надо выбирать. Посмотрим. Да, правильно играет. Кажется, он фальшивен. Сейчас. Он не сначала начинает. Он не сначала начинает. Сейчас, сейчас. Ну-ка, еще раз. Антони, а что сейчас на что он нарывается? Что, что? Вот что вы сейчас делаете? Мы сейчас взяли, мы взяли вот этот ритм 2, 1, 1. 2, 1, 2, 1. Там, ба, ба. Мы его сейчас умножили сам на себя. Увели вторую степень. Да? Так. Там, ба, ба, бам. Ба, 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 ба. Он должен сыграть. Но он играет какую-то химию. Сейчас просто. Подожди. Да, должен, знаете, но даже ты говоришь, но он играет... Ну, подожди. Не, подожди. А он, может, он вот этот вот играет? А, так ты вот это вот. Он вот что играет. Вот это. А, радио он это играет. Вот, ну, вот этот брюк. Надо убрать. Сейчас. Черт. А, вот. Сейчас. Так вот, давай. Сейчас, извините. Одну смущу. Так. Ну. Попробуй играть. Не, а я говорю, что он вышел из вот этого. Чтобы он не знает почему. Это брюк. Сейчас надо. Тогда давай его. Привычу включить. Нет, выключи ключи. Я просто. Заглючит сейчас эту скучку. Давайте сам собирать. Да нет, я хочу в третьей степени возвести. В четвертую там очень красивый интерес получается. Нет, вот это. О, сейчас ничего нет. Давай, выбирай. Как ничего нет. Это не, ой, зачем ты набрал? Как ты не выключишь? А, это можно? Нет. Это бюк. Я тебе говорю. Давай я сейчас. Погоди, девочка. Извините. Сейчас. Да. Да. Ну да. Не надо туда вообще суваться. А он только сюда, да? Нет. Сейчас. Хорошо. Хорошо. Так. Так. Уй. Нет, все правильно, все правильно. Все. Нет, ничего страшного. Новый брюк. Сейчас, сейчас. Ты сделай 2000. Я буду. Играть. Играть. Просто играть. Зачем надо? Это то, что я вам играл. Да. Теперь у вас больше лечится. Стоп. Умножить. Нет, сюда ему пишешь. А может просто то же самое сделать, но, наверное, не получится. Нет, не получится. А, тогда возвращаюсь к исходу. Ну да, проще. У меня два, один. Экспоненты. Ага. Вот здесь, наверное, здесь возьми пять. Играть. Нормально! Он мелкий, не проиграл. Даже сельдич. Даже сельдич. Сейчас. А почему? Ну, плохо. Ну, плохо. Антонио. Ну, так. Чем-то не проиграл. Ну, так. Попробуем. Нет, есть. Попробуем. Спасибо. Ну, к сожалению, глючит немножечко плеер. Вот. Ну, понятно. Так сказать. Антонио. Да. А по ритму можно как-то догадаться, был ли он получен возведением какого-то ритма в квадрате? Вот это как раз задача для слушателя. Да. Корень квадратный. Квадратный корень, если говорить, да. Да-да-да. Вот. Записать из матрицы и посчитать рант матрицы. Да. Если в этом произведении, то рант равен не единится. Угу. 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 Вот. Так. Ну, и отметим некоторые... Некоторые свойства операции умножения. Ну, естественно, понятно, что эта операция не коммутативна. Ну, нейтральным элементом здесь служат вырожденные ритмы. Затем несложно, но все-таки требует доказательства тот факт, что эта операция к тому же ассоциативна. Вот. Но обратных элементов в ней в общем случае нет. Поэтому это, так сказать, на множестве всех ритмов она образует лишь полугруппу, но не группу. Так. Ага. Ага. Теперь переходим к операции сложения. Сложения. Вот. Здесь надо сказать, что операция сложения в музыкальной практике используется вовсю. Причем имеется два варианта сложения, имеющих, в общем, равное значение. В музыкальной практике применяется одно и другое. С одной стороны, это наложение ритмов друг на друга. Вот. Здесь мы остановимся одно и другое. Что это такое? Лучше опять-таки привести пример сразу. Вот. Я рассматриваю ритм А, ритм Б. Ритм А состоит из трех разряда, из трех счетов. Ритм Б из четырех. Чтобы их наложить друг на друга, надо растянуть ритм А, соответственно, в три раза, ритм Б. Извините, ритм А в четыре раза, ритм Б в три раза. Переписать их друг над другом. После этого выполнить поразрядное сложение по следующему принципу. По сути дела, это булевское поразрядное сложение. Один плюс один – это один. Ноль плюс ноль – пауза – это пауза. Ноль плюс один – один. Все очень просто. И получается новый ритм, в котором одновременно звучит и первый, и второй. Вот. Ну, простейший пример. А, вот как раз А и Б я сыграю. Я их играю разными тембрами. А если мы сделаем все сигналы одинаковой высоты, получим… Левый рукой я играю ритм Б, правый – А. Вот. Получается ритм на 12 тарей. Понятно, да? Это операция наложения ритмов. Вариант сложения, который вовсю используется в барабанной практике. Вот. Сейчас Сергей продемонстрирует эту операцию. Он сыграет правой рукой базовый восточный ритм Максу, а левой рукой вариация к нему. А, сейчас удобно так дай. Ага. 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 Cao Stream Эб,... Ага. Тихо кто Wedlique Правая рука – это лево, а лево – это правая рука. Объединить – это достаточно непросто сначала. Ну, это скажешь или нет? Ну, там будет, наоборот, такая расинхронизация, когда уже воно не соединится. Как известно, рука может дышить. Теперь интересно посмотреть, как будет себя вести операция наложения в комбинации с умножением, о котором я рассказал выше. Будет она вести себя следующим образом. Если мы сумму ритмов умножим на третий ритм, будет выполняться дистрибутивность. Но только так называемая правая дистрибутивность. То есть, если мы умножим на третий ритм справа, тогда будет выполняться дистрибутивность. Если умножим на третий ритм слева, она не будет выполняться. Вот такая вот половинчатая дистрибутивность. Ну и понятно тоже, какое разнообразие интересных ритмов может получить, комбинируя наложение и умножение. Не хочется тратить сейчас время, тем более с таким звуком. Лучше дальше пойдем. Вот, очень интересная операция симметрического умножения. Так я и назвал. Это наложение двух произведений ритмов. Умножаем на R, умножаем на R2, плюс R2 на R1. Одновременно первый ритм будет звучать во втором, и одновременно второй и в первом. Очень красивая конструкция. Операцию наложения можно обобщить на двухпараметрический случай, то есть для ритмов с высоким и низким сигналом. Но возникает проблема, как суммировать по разрядно сигналы. Можно эти правила суммы по разрядному обобщить в виде этой таблицы. Нули, ну понятно, дают ноль. Высокие сигналы в сумме дают высокий, низкий в сумме низкий. А вот высокий с низким дает паузу, и низкий... Да, высокий с низким дает паузу, ноль. Возникают очень интересные тоже конструкции. Вот, например, мы складываем два традиционных, естественно, восточных ритма. Муно-джот и максум. Муно-джот — это тот ритм, который я вам уже неоднократно играл. Мы его складываем с максумом. Это второй ритм. И получаем новый ритм, в котором звучат сразу два ритма. Если прислушаться, их можно услышать. Ну да, надо. Вот так вот. Опять-таки надо прислушаться, чтобы это... услышать. Так. Ага. Ну и также можно обобщить операцию умножения тоже на двухпараметрические ритмы. Вот я показал в маленькой таблице, что мы получаем, если будем вразрядно умножать длительностью сигналов. Тоже дистрибутивность соблюдается, не только правая. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, ладно, я сейчас пропущу. Вот. Теперь второй вариант сложения тоже очень важной музыкальной практики. Это так называемая конкатенация. То есть присоединение одного ритма к другому. Это важнейшая формообразующая операция, в частности, восточной ритмики. Они очень любят присоединять один ритм в другом, получать новый ритм. Ну, здесь все просто, так сказать. Там второй ритм записывается вслед в связи. Вот я привел вам пример. Ну, естественно, операция не коммутативна. В качестве нейтрального элемента она имеет пустой ритм. Уже не вырожденный, который состоит из одного сигнала, а пустой. Это нейтральный элемент. Вот. Операция – это ассоциативно, это совсем очевидно. И представляет собой тоже, соответственно, полугруппу. Вот. И, естественно, операцию умножения, которую мы рассматривали до этого, можно выразить в виде вот такой конкатенации. Вот. Теперь, естественно, возникает тоже интересный вопрос, как операция конкатенации связана с умножением. Вот. И оказалось, что конкатенация тоже обладает, так сказать, комбинацией умножения обладает дистрибутивностью, но левой дистрибутивностью. Вот. То есть выполняется вот такое равенство, а правая дистрибутивность не выполняется. Вот. Да, наоборот. Это… Да, можно доказать. Да. Всё наоборот. И получается такая вот интересная совокупность полугрупп. Полугруппа по умножению, две полугруппы по сложению, которые на комбинацию умножения образуют, соответственно, правую и левую дистрибутивностью. Обладать правой и левой дистрибутивностью. Так. Какая интересная совокупность полугрупп. полугрупп. Да. Так. Ага. Сейчас. Так. Ага. Ага. Ну вот, последняя динарная операция. Ага. Уже, наверное... Ага. 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 Да, да. Да. Ага. Операция. Деформации ритма А в ритме Б. Такая вот интересная штука. Ну, представим, что у нас есть два стержня, проще так даже, сказать, объяснить. Опустим второй стержень, поделен рисками, так сказать, на какое-то количество частей разной длины. Вот. И деформация первого стержня, так сказать, в ритме второго стержня состоит в том, что мы сперва делим первый стержень на количество частей, равного числу частей во втором стержне, сперва, здесь сколько, раз, два, три, четыре, пять, на пять частей равных делим, потом каждую часть, а, и потом сохраняем соотношение стержня в соответствии с пропорциями второго стержня. Вот. И это можно применить к ритмам. Вот я, так сказать, привел пример. Вот ритм А, два, один, ритм В, три, два. Во втором ритме два сигнала. Соответственно, мы первый ритм должны поделить на две части, но поскольку он состоит из трех разряда, мы должны предварительно умножить на два. Потом делим. После этого каждую часть умножаем на коэффициенты второго ритма. Получаем вот такой ритм. Из ритма А, два, один, получили ритм 11, четыре. То есть структура ритма остается прежней, но длительности сигналов меняются. Вот. Так, ну я тут еще, так сказать, привожу ряд примеров сложных ритмов. Понял, но посчитай. Вот. Вот, например, ритм А я деформирую в соответствии с ритмом В. Получаю вот такой ритм. Ну, я, так сказать, с ритмом В. Получаю вот такой ритм. Таким, что количество сигналов в нем будет равно числу разряда в первом ритме, то можно всегда подобрать такой ритм, второй, я его называю деформатором, при котором первый ритм превратится в вырожденный. Ну, это очень легко доказать, понятно, что в этом случае каждую частичку мы деформируем и приводим к одному числу. Вот. И поэтому в группе, где групповой операцией является деформацией, имеются обратные элементы. И таким образом формируется, по сути дела, настоящая группа. Она по этой операции обладает свойством ассоциативности, имеется нейтральный элемент, в данном случае это выраженный ритм, и имеется обратный элемент, получается настоящая группа, что, в общем-то, интересно. К сожалению, этой операции нет нашего ритмоплеера. Вот. Ладно, я фактически завершаю уже. Вот. Что ж? А, воин! Да, 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 да. Вот. У Сергея есть замечательная композиция, которая демонстрирует этой возможности конкатенации. Это возвращаюсь к конкатенации. Я хотел бы свой пополнение. Да, да, да. Пожалуйста, пожалуйста. Математическое. Давай, давай. Сейчас. Что ты хочешь? Что у нас выдумывается? Все думают, что у нас выдумывается. Я выключил. Еще один согласен? А, да, да, да. Я просто в дополнение вот с этой теорией ритма хотелось бы, наверное, сделать одну интересную операцию математическую. Но, скажем так, пришло более, наверное, поточный подход. То есть, они представляются в виде кристаллов или каких-то структур математических. Например, вот, допустим, была еще антистидия, так как Антонио мне упомянул, что вот по молекулам можно ее ритм выстраивать. То есть, берется химическая какая-нибудь молекула, и вот ее в знаматезе это отражается в каком-то ритме. И еще существует такой класс математики, группы, там, латинский квадрат, наверное, слышали, да, вывести. То есть, можно, ну, словно говоря, взять ритм, какой-то вот простой, так, сейчас, и из этого ритма построить целую группу центрированных мемогитмов. Сейчас я покажу один из примеров. Ритма, я буду изображать в виде точек, ну, допустим, такая вот сверховная точка, это один тип удара, допустим, низкий удар, это высокий удар. Вот, в частности, вот, вид. Это вид масса. Да, вид, может, на той же диагностике там, значит, следующим опытом. То есть, вот, низкий это бас, высокий это... Вот, это три. Теперь из этого ритма можно получить целую группу, сопряженных с ним пьетмом. Получается, я на чему могу? Так. Я сначала сейчас нарисую, вот, и вам объясню. Пока ты рисуешь, я... Да. Минутку объясню, у нас последние буквально мгновения там... Возвращаясь к теме громкости звука, а именно наличию внутренних акцентов внутри ритма. Вот, хотел сказать следующее. Можно громкость удара обозначать вот такой степень... Видите, как я делаю? Видите, отрицательные числа. Что это значит? Рассматривается стандартная громкость, нулевая стандартная. В этом случае степени не пишутся. Когда мы усиливаем звук, делаем более громким, мы пишем степень соответствующей этой громкости. Когда, наоборот, делаем звук тише, то есть отрицательный акцент, да, и пишем отрицательное число. Вот. И потом оказывается, что эти степени очень хорошо вписываются во все вышеперечисленные операции. Умножение, сложение. В случае сложения их удобно складывать, эти громкости. В случае умножения умножать, и там возникает интересная конструкция, такая, допустим, акцентированная пауза. Это тоже имеет, так сказать, свой смысл. А если мы имеем настоящую паузу или нет? Нет, нет, нет. Это настоящая пауза вообще не причем. Нет, нет, нет. Это когда, допустим, низкий удар, громкий, складывается с высоким ударом, тоже имеющим положительную степень. Получается, пауза акцентирована. Она потом учитывается в математических операциях. Вот, ну, там много материал уже. Да, лучше не надо уже, потому что послушайте две. Нет, я, собственно говоря, уже все я рисовал. Ну, вот видно, допустим, чтобы в ходном третьем было три, ой, два, вот низких ударов, два, я помню, скажем, три высоких. И теперь вот в каждом столбце и в каждой строке, то есть мы видим то, что встречаются по эти два удара низких и три высоких, но все возможные, скажем, комбинации. В первом столбце и четыре. Ой, да, не в столбце. В треке. В треке. В треке. В треке. То есть, допустим, вот, что знаете, латинский квадрат. Вот мы берем, допустим, вот этот квадрат и этот, да, и этот. То есть они пересекаются друг к другу. То есть одно и то же. Здесь и здесь. То есть идет такая операция все возможных перестановок внутри ритма. То есть здесь, там, разобьем более мелкий квадрат. То же самое происходит перестановка более мелких групп и так далее. Ну, вот здесь нет. Собственно, вот одна из таких вот возможных операций, как ритма, можно получить множество напряженных перестановок. Ну, и в конце концовка здесь существует не только можно при помощи вот такой квадратной раздвиновки делать, а при помощи там шестигранников. То есть тоже можно каким-то интересным образом получать новое ритм. Ну, и, наверное, сыграло композицию. Да, да. Да, то, конечно, это хорошо, там, математика. Но некоторые вещи, они где-то приходят как поэзия. Но вот, в частности, вот композиция, которую я сейчас сыграю, она именно пришла как, скорее, как стихия. Они как-то, например, продуманные как у математические. Можно вопрос? Да. По какому принципу строят этот квадрат? По какому принципу вычисляет этот квадрат? А, вот как его построят, да? Да. Потому что в сравнении с... Сверсалать! Высалать! Потому что в сравнении с вышеизложной теорией, он имеет одно преимущество и достаток, не знаю, просто другое. Он позволяет работать с многомерными пространствами. Здесь он осматривается... Можно, можно, да. Размерность не единицы, а здесь, может, угодно мерное пространство. Ну, на самом деле, вначале берется все равно... Вот четыре. Клинеет. Вот, берет на высота. Одни уже, второго. Вот как получить его, как построить. Да. Я, честно говоря, забыл уже, как это сделал. Я как-то это сделал. И надо вспомнить. Наверное, надо подсказки. Я могу вот показать, если я платить квадраты, я в то время настроил бы и забыл. Ну, можно, в общем-то. Вспомнил, Серега, в следующий раз. ГРУСТ СОЛДЕНКО Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.